Вторым пунктом посещения главы государства на восточном регионе стал Усть-Каменогорск. За ходом поездки наблюдала Ирина Панфилова. Вокруг промышленных предприятий Восточного Казахстана сегодня разрастаются крупные индустриальные центры. Регион граничит с Россией и Китаем. Тесное сотрудничество, как глоток свежего воздуха для новых инновационных проектов, которые требуют больших финансовых вливаний. Только за прошлый год на востоке страны было привлечено порядка 490 миллиардов тенге инвестиций. Треть от этой суммы – это зарубежный капитал. Укреплению бизнес-связи восточно-казахстанского региона с соседями способствует и главная судоходная магистраль Иртыш. Активно развиваются цветная металлургия, машиностроение, энергетика, деревообработка. По итогам прошлого года объем промышленного производства вырос больше чем на 9%. Область демонстрирует не только высокие показатели в экономике, но и подает пример того, как надо развивать социальную сферу. Сегодня металлургический край Казахстана встречает президента. Однако многие местные жители о том, что их город посетил сам глава государства, узнают немного позже из средств массовой информации. Никакого кортежа в окружении полицейских машин, улицы тоже никто не перекрывал. На встречу с жителями региона Касым Жумарт-Тукаев приехал на обычном микроавтобусе. Лучше любых слов о богатой истории области и культурном наследии расскажет выставка «Золото Великой степи». Развернули ее в фойе Восточно-казахстанского технического университета. В экспозиции представлены несколько тысяч экспонатов, связанных с развитием кочевой цивилизации. Это и коллекция золотых украшений, мастерски выполненная в зверином стиле, и предметы быта, и оружия. Такие исторические находки последних десятилетий отчетливо подтверждают неразрывную связь наших предков с самыми передовыми технологическими новациями своего времени и позволяют по-новому взглянуть на место Великой степи в глобальной истории. На этом статье «Семь граней Великой степи» сделал акцент Ельбасе. Сразу после небольшого экскурса Касым Жумар Тукаев встретился с жителями, обсудили социально-экономические вопросы развития региона. Особый акцент президент сделал на повышении благосостояния казахстанцев. Глава государства отметил, что основным критерием оценки работы Акимов для него являются новые рабочие места, повышение заработной платы и достойные условия труда. Я поручаю руководству области кардинально повысить эффективность работы в данном направлении. Из республиканского бюджета уже выделены все необходимые средства. Это более 5 миллиардов тенге. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике области составляет всего 16%. Это средний показатель по всему Казахстану, поэтому обращаю внимание и на этот вопрос. А еще нужно жить посредством и грамотно расставлять приоритеты в расходовании бюджета, отметил президент, и не забывать создавать благоприятные условия для развития бизнеса. Сегодня в стране необходимо поднимать местные сервисные компании и повышать уровень казахстанского содержания. Еще одна задача – поднять на новый уровень качество жизни людей и создать комфортные условия для проживания. Например, на сегодняшний день в области из 710 сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением охвачены чуть более половины, то есть 54%. Согласно программе развития регионов, уровень обеспеченности сельских населенных пунктов чистой питьевой водой к 2020 году должен составить 80%. Необходимо обеспечить достойный уровень жизни каждому казахстанцу, независимо от места проживания. Вопросам экологии глава государства уделил особое внимание. Уровень заболеваемости людей нужно снижать, ровно как и объемы промышленных выбросов. Меня особо беспокоит рост болезни системы кровообращения и злокачественных новообразований. Показатели по этим заболеваниям в области более чем в полтора раза превышают средний республиканский уровень. Кроме того, в регионе сохраняются высокие объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, которые также оказывают негативное воздействие на здоровье и самочувствие людей. В последние годы в области проводится значительная работа по уменьшению вредных выбросов. Но все же надо признать, этого еще недостаточно. В этой связи я поручаю правительству Акимату Восточно-Казахстанской области совместно с неправительственными организациями, а также с соответствующими предприятиями, реализовать комплекс мер по улучшению качества окружающей среды в области. Совместными усилиями предстоит повысить и эффективность системы господдержки граждан. Президент дал недельный срок на модернизацию социального блока. Считаю недопустимыми случаи волокиты и задержки со своевременной доставкой адресной социальной помощи остро нуждающимся группам населения. Это вызывает законное возмущение граждан. С такими фактами нельзя мириться. Вчера я дал поручение правительству и своей администрации совместно с Акимами принять срочные меры для исправления ситуации. Если уже на следующей неделе данная проблема не найдет своего решения, виновные будут наказаны. Туристская индустрия сегодня может стать драйвером экономического роста и источником создания новых рабочих мест. В обережье Алаколя вошло в десятку наиболее привлекательных туристских центров. Ежегодно Кристально Чистое озеро может принимать до 2 миллионов туристов, а то и больше. Но для этого, отметил глава государства, нужно развивать инфраструктуру. В прошлом году многие казахстанцы предпочли отдых именно на Алаколе, но при этом столкнулись с отсутствием должного уровня сервиса. В частности и в особенности люди жаловались на плачевное состояние местных автодорог. В этой связи задача Акимов в Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в кратчайшие сроки решить вопрос с ремонтом дорог и повышением уровня сопутствующего сервиса. В целом, развитию транспортно-логистической инфраструктуры должно уделяться повышенное внимание. Если будут созданы комфортные условия для гостей, это позволит значительно увеличить масштабы внутреннего туризма, будет расти интерес к сакральным местам Казахстана, определенным по программе «Рухани Жангарум». Главное – сделать их посещение доступным. Ирина Панфилова, Ержан Конопияулы и Бахатбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Итоги дня. Усть-Каменогорск.